Всем тихой ночи! Пришло время для еще одной подборки SCP-объектов, основанных на чем-то реальном. Потому что разное, основанное на реальных событиях и явлениях объекта, это важная часть того самого духа сайта. Однажды, анализируя данные из космических аппаратов, агенты фонда обнаружили, что на них возможно увидеть странные сообщения. Например, на фотографии планеты Нептун с аппарата Вояджер ясно видно текстовое послание. Ты меня слышишь? Каким образом эта надпись появилась на фото, остается непонятным. И для того, чтобы лучше изучить это явление, фонд построил космический аппарат и отправил его к Нептуну. В результате, подлетев к планете, космический корабль SCP неизвестным образом получил еще несколько сообщений, выражающих страх и одиночество. Ученые SCP предположили, что в районе планеты есть какое-то разумное существо, отправляющее эти сообщения. Оно было названо SCP-1960. Казалось бы, просто небольшая странная история, но в комментариях к объекту есть интересное предположение, что это аномальное явление связано с табличками Тойн-Би. Таблички из Тойн-Би – это реальная история, которая началась в середине 80-х, когда в нескольких десятках городов Америки на асфальте появились таблицы, сделанные из материала, похожего на линолеум. На них был один и тот же текст. Идея Тойн-Би. В фильме 2001 оживляет мертвых на планете Юпитер. Такие таблички появлялись в течение почти 30 лет посреди людных улиц американских городов. И за всё это время автор так и не был пойман. В течение всего этого времени выдвигалось множество теорий о том, что значит это сообщение и с чем оно может быть связано. По большей части предположения заключались в том, что таблички ссылаются на разные книги и другие произведения. Довольно долго происхождение табличек было тайной. Однако не так давно стало известно, что ещё в 83-м году некий Джеймс Мараско обратился во множество газет, журналов и телешоу с довольно странной идеей. Он прочёл книгу историка Арнольда Тойн-Би, а также посмотрел фильм «Космическая Одиссея» 2001. И после этого ему в голову пришла странная мысль. Он пришёл к мысли, что необходимо отправить на Юпитер мёртвых людей из Земли, чтобы там они возродились в какой-то иной форме и таким образом колонизировали эту планету. Похоже, что в SCP-1960 описываются последствия такого эксперимента. Но только не на Юпитере, а на Нептуне. Найти предполагаемого автора, того самого Джеймса Мараско, так и не удалось. Судя по всему, это был какой-то псевдоним, а не настоящее имя. А кто скрывается за этим псевдонимом, осталось тайной. Ещё один космический объект это SCP-3029. Его история в том, что объект представляет собой мерцающую звезду. Изменение светимости которой поначалу принято за признак наличия у неё планет, проходящих на её фоне. Однако дальнейшие наблюдения показали, что мерцание звезды происходит каким-то странным образом. И простое наличие у неё планет не может объяснить наблюдаемую картину. Чтобы разобраться в том, что же это такое, фондом был построен и отправлен в путешествие космический корабль, снабжённый уникальным аномальным двигателем, который позволил достичь дальней звезды за достаточно небольшое время. На месте агенты SCP увидели источник аномального мерцания. Они обнаружили, что вокруг звезды построено гигантское космическое сооружение. В целом объект повествует о том, как космонавты фонда изучают гигантский объект. И как позже оказывается, объект также изучает тайны фонда. В объекте SCP упоминается, что речь идёт о конкретном космическом теле, имеющем вот такой номер. И такая звезда, она существует на самом деле. А помимо номера, у неё также есть название. Звезда Таби. В реальности она известна именно тем, что и написана на сайте SCP. То есть необъяснимым аномальным мерцанием. Для объяснения этого явления было придумано несколько теорий. Некоторые из них вполне приземлённые. Например, причины странного поведения звезды. Может быть, полевое облако рядом с ней. Или какие-то особенности строения самой звезды. А может быть, в той местности есть большое количество обломков каких-нибудь планет. Вроде бы логичное объяснение. Но все эти теории нас, конечно же, не интересуют. Так что перейдём к тому, на чём основан SCP-объект. А именно, к теории, что вокруг звезды высокоразвитой инопланетной цивилизацией построено колоссальное сооружение, которое время от времени и загораживает светило от нас. Гигантской постройкой, способной заградить целую звезду, может быть сфера Дайсона. В бородатые 60-е годы физик Фриман Дайсон предположил, что высокоразвитые цивилизации пришельцев могут использовать в качестве источника энергии целые звезды. Для чего даже придумал концепцию гигантской сферической электростанции. Построенной вокруг звезды. Идея эта настолько понравилась людям, что поиск сфер Дайсона в космосе – это отдельное развлечение для астрономов-любителей. Также физик придумал концепцию двигателя Дайсона, то есть идею того, что высокоразвитая цивилизация может превратить звезду в космический корабль и путешествовать на нем. А еще поздние интерпретаторы Эдди Фримана придумали концепцию космической структуры с искусственным интеллектом. Гигантская думающая машина со звездой внутри. SCP-3029 в итоге, кстати, оказался именно такой штукой. Будучи разумным, объект дожидается, когда космонавты фонда приблизятся к нему, после чего взламывает бортовой компьютер их транспорта и ворует все секреты фонда SCP. Особенно те, которые касаются их аномального двигателя. После чего, познав принцип его работы, улетает куда-то в космическую пустоту. Ну и традиционно посмотрим объекты с песочницы, который по какой-то причине не попал на основной сайт SCP. Однажды фонд получил информацию от организации «Исследующий океан» о том, что в глубинах океана есть странный аномальный источник звука. Агенты фонда выяснили, что в области, где звук бывает слышен, распространены случаи внезапных приступов безумия, а также массовой истерии. Это добавило фонда сложностей, потому что даже тренированные для противодействия меметическим угрозам агенты не смогли долго находиться на наблюдательном посту, который был создан недалеко от источника звука. Самим этим источником оказался аномально крупный кит, поверхность которого целиком покрыта китовым усом. Именно он издавал низкочастотные звуки, влияющие на людей и сводящие сухопутных двуногих с ума. Похоже, такая находка для фонда недостаточно интересна, и номер ей присвоен не был. Возможно, потому что объекты, существующие в нашем мире, недостаточно аномальны для мира SCP. Да, в этом объекте речь идёт о том, что известно нам как 52-герцовый кит. В 89-м году в океане был зафиксирован странный звук, вроде бы пения кита, но на необычной частоте в 52 Гц. Никакие известные киты не издают таких звуков. Также в 90-е были рассекречены данные американской системы слежения за подводными лодками, изучая которые интересующиеся этой темой люди составили карту, где можно услышать звуки странного существа. Оказалось, что кит живёт в океане, путешествие где-то между Аляской и Канадой. Учёным не удалось определить вид кита. Некоторые считают, что это синий кит просто с какими-то отклонениями в развитии. Есть даже мнение, что это какой-то уникальный представитель китовой братьи, единственный в своём роде. Идея о единственном представителе своего вида на планете звучит красиво, и она породила легенду о самом одиноком ките в мире, на основе которой было снято уже несколько фильмов. Да и вообще в культуре много отсылок к этому морскому животному. Однако, похоже, не всё так грустно, потому что в 2010-м было обнаружено, что источников 52-герцового пения в океане иногда появляется несколько. Так что, скорее всего, это действительно какой-то неизвестный вид китов, который раньше каким-то чудом избегал встречи с человеком. Похоже, что океан это последнее место на планете, которое хранит в себе неизведанное. Вот ещё немного объектов, у которых есть какой-то прототип в реальном мире. Вообще, чем занятен нынешний SCP, так это тем, что можно брать почти любое странное явление, вбивать его в поиск на сайте, и оно совершенно точно будет отражено в каком-нибудь объекте. Всем пока!